привет вас амигос армата выкатил обновление 013 я зашел только что сыграл один бой ровно один смотреть ведь эти приглашения вот вся девушка и борода вот первое поражение естественно слив потому что мой аккаунт давно уже проклят вот и хочу просто сходу поделиться своими впечатления об обновке интерфейса просто гениальный на мой взгляд в общем но не об этом интерфейсе речь да не о том что мне кажется что здесь вот шрифт увеличили зачем-то сверху вот интерфейс в бою поменялся кстати сейчас я я не буду наносить 120 тысяч да это тоже довольно хитрый ход требуется нанесение 120 тысяч дамага с людей которые хоть захотят прокачивать китайский танк тем более что у меня аккаунт не первый день и там уже меня урон нанесенный в миллионах и тут вдруг еще 120 тысяч по один нанеси я естественно куплю китайская вот эту колесницу войны но полторы тысячи голды хотя я заметьте не на пресс-аккаунте из своего карман ну ну как и своего мне подписчики свое время голды накидали всякой разной поэтому полторы тысячи на прем танк потратить не жалко все-таки полторы тысячи голды я считаю что цена крайне 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 гуманная это просто отличнейшая цена вот в пример одной другой игре где просто надо месяц на заводе отработать чтобы танчик си премиум купить вот ну или в школе в случае большинства зрителей в школе пирожки не есть в столовой полгода полгода нас на сухом пакет окна считаю экипаж два человек сейчас китайцы выкате выкачу выкатю заодно кита ся поэтому не с миром она поскольку экипаж танках до сих пор практически бессмертина значит ну что что за танчик такой очередной видимо вариации на тему на тему советской переделки является появился в 70-х годах как проект замены 59 подобно многим другим китайским машинам создавался по принципу советской школы танкстроения да и что чуть похоже опять значит ствол вниз опускаться не будет там говно расходимся и причем это очевидно что танчик прям таки средний средний танк 5 уровня это что-то новая потому что на пятом уровне ну ну как с и основной боевой танк конечно но по виду это на 50 четверка вся четверка то еще средним танком же было правильно вот это серьезно тут все танки уже более-менее такие тяжелые матера это прям вот средний танчик и они что он сколько он носится где скорость 64 километров в час ой бля вот это разгон сука 7 секунд до 32 километров манать меня в гланды ну как как сука 72 к практически будет разгоняться несмотря на то что он по виду такой легенький да понятно тут у игры свой честно говоря особый взгляд на динамику танка чем нет за снаряды урон 360 пробиваемость 325 ничего это для пятого левела 325 миллиметров это годнота вот в общем-то пробиваемость ну как у т-72 только урон у него никак у т-72 вот урон у него даже ну такой повыше чем ну понятно ладно хрен с ним с уроном чего тут разброс 015 косонько очень косонько оборудование смотреть все три слота у него не висиально у не висиально китайский прочность гусениц прочность колес ну сомнительно это новое оборудование у него раньше не было если что я на птс и не играл я не играю на тестовых серверах не считаю это каким-то нужным для себя занятием там потому что пусть там потестят когда введут я уже посмотрю чё чё в итоге решили а то на хрен эти полуфабрикаты заценивать что время перезарядки максимально разброса что-то надо ставить кстати чё сказать чё со скорострельностью то время прицели на 2.5 время перезарядки 7.6 долгая перезарядка капец долгая 0.12 точно стало какая прелесть ну чё вот это что вот это что хренатень ставить на блин на урон этому танку на урон что-то ставить на разгон что-то ставить бесполезно на урон что заставить бесполезно то есть может попова на перке экипажа на несуществующий поставить что ну 45000 ноги на 91000 на кредит ну давай попробуем о на один градус получше стала ситуация с точностью ну при этом я еще на этом танке не играл что возможно сейчас фигней страдаю как бы конкретно не пытаюсь пытаюсь перестать чтобы перестал быть таким косым время перезарядки 7.6 кстати а чё по броне то у него 425 бронированная башня не офигенная вот и заметить что никакие лючки из башни не выпирает но игра от башни да сейчас многие за вас скажут а советский угол вертикальной наводки не даст опустить пушку поэтому игра от хрена башни максимум где за камешек встанете или там за вагончик какой-нибудь там куда-нибудь не знаю но игра на ландшафте вряд ли сильно вряд ли кстати дороговизна и тоже дорогой все блин я и так бедствую мне на челленджи второй денег не хватает а это танки сомневаюсь что будет грамотным мощно поспорим таким в качке ну блин время прицеливания 243 время прицеливания говно и все у него все у него какое-то он какой-то вообще ну я в картошке играл на китайцах ни одного хорошего слова сказать не могу честно по ощущениям какой-то говнище они там ну серьезно половина ветки блять это танки на которых я уже играл вторая половина ветки это танки на которых лучше бы я не играл никогда круто загнул да импровизация ё-моё так ну чё у него кумулятивы кумулятивы на пятом левеле ну блин в принципе нет я бы на них ставку не делал честно говоря да не показывать это больше мне окно сельвупле сейчас посмотрим автомат огнетушительный я горит он не горит а вы давайте проверим починилось ли время разгона этот от 0 до 37 65 покупаем вот эту хреньку 765 заебись ничего не изменилось понятно спасибо не надо о боже ты мой когда же мы дойдем тоже до того счастливого времени когда все будет работать как швейцарские часы ну и если энергетик ну то перки экипажа если я вкачаю то в принципе будет у него 0 10 разброса 2 секунду будет он как короче как а вот этот вот 63 вот только менее габаритный с галимом веном но без шишки на башке вот вот счастливое лицо китайской танкиста вот это недоумевающе больше на наше похоже почему тут кто это пустил ну-ка а есть тут азиатские девочки какие-нибудь играет они в интернете популярны о вот это был бы номер чё ни одного только азиатского танкиса завезли танкися бойся нет о какой какой идут на вид довольно бравый чаклана короче хрен с ним с этим танком виду видос ты про интерфейс хотел про интерфейс давайте в бою интерфейс заценивать ну вот что странно хотя как сказать странно кризис стране в общем-то новинку хотят по потестить не все видимо мало кто купил в з потому что я ожидал чтобы как стать вам 59 хотя ну хрен его знает но полторы тысячи голды все-таки это копейки по сути говоря вот об новой интерфейса появились эти у значки под командами до под списками команд вот я вообще не понимаю на хрена не нужны эти значки господи кто на них ладно после боя медали посмотреть значки ну чё-чё значки ну давайте посмотрим сразу увы ну танк смотрите блята я бы я так понимаю все еще хуже чем я думал но смотрите вот я пусть опустил зажимаем правую кнопку мышки блять ствол вниз просто вообще нахуй не опускается он вообще вниз не смотрит просто блять сука это блин не ствол наверно копье ёпты шатать мой хрен им чё надо с разгону наверно врага тыкать да блять потому что стрелять из этой хуйни наверно невозможно просто или он еще как это как миномет сука по баллистической навесной траектории там хера что вот но это видео не гайд естественно это с такой смотр этого танчика это блять составление мнения об этом потому что он какой я собственно в гайдодел это никогда и не метил я с чего начинал видосы про танчики с такого троллинга блин что пердаки порвать там чтобы смешно было там учить кого-то играть да нахрен это надо было то что одно время там в армате вообще никто играть не умел там до единицы не только на руку сыграла в дальнейшем то я не думаю что когда вырастут из какого-то нагибатора потому что мне тупо терпение не хватает в кустиках там посидеть подождать что домашки накидывать а здесь накидывает только тот кто сука в кустиках сидит чем дольше тем дамага чем в кустах сидишь дольше тем дамага сколько больше да сука как он так блять крутится там но в принципе война нах но в принципе вот 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 о блин я не повторно естественно тут естественно влетает тур тут же вот значочек видели наверху вот этот вот появился чё там написали разрушитель то есть в бою я получил значок разрушитель во первых мне не сам значок нахрен не нужен да я не знаю что за него дает во вторых мне вот это оповещение на экране такое яркое но мне тоже нахер не уперлась а я кстати посмотрел интерфейс да вот смотрите это не выключить нигде меня эти значки сразу выбесили потому что блять слишком картошка отдает да вот сразу видно где они эту идею посмотрела я понимаю что ну когда какие эффектные хорошие идеи там друг у друга в конкурент подсмотрит это говно нахуя здесь нужно просто в картошке насколько я помню да а помни вроде как неплохо вот это одно из поздних нововведений что там за каждое твое действие в бою те такую медальку показывать там обнаружил врага блять молодец не выстрелил красавчик попала охуенно вообще молодец убил да ну нахуй красавец вот и здесь тоже самое вот что не сделайте безо все блять будут показывают эту яркую медаль посреди экрана те глаза вот натирать вот эти можете чтобы у тебя зрение быстрее села не знаю просто это понять это в бою вообще лишняя информация или вы там не знаю ну до тех кто сам не видит что он попал да вот ему подтвердить да чувак ты реально попал ты дамаг нанес то есть на нахрена эти значки нужны там блин ладно шапка с дамагом нанесенным это но это понтово в принципе для тех для стата дрочеров полезно полученный урон это еще более полезно чем нанесенный урон почему хотя многие выключают но я считаю что это окно крайне полезно почему а вот потому что хуйнули в вас из кустов до человек невидимка вас пиздану снарядом вы думаете а кто это там блять в кустах сидит такой охуевший а вот в это окошечко посмотрели и видите что дамаг по вамптуром нанес кто-то блять на бмп-2 делать соответствующие выводы есть там и тэшка стоит там это одно из там бмп-шка там и другую ну в принципе какая нахер разница с другой стороны то да но на самом деле разница есть как бы знать иногда полезно знать да какой именно танк по вам оттуда влупил скажем так то есть информация лишней не бывает подобное поэтому это ухо скажем так вот эта таблица я не знаю зачем ее люди отключают она ни в коем случае не мешает она только в пользу а вот нахера вот эти вот яркие таблички типа молодец ты в цель попал не есть я согласен что эти таблички пусть будут да но пусть будет возможность их выключить потому что мне они не нравятся или если они не отключаются тогда пусть будет табличка такая если ты слился без урона 1 типишь и там не знаю что такое типа филипп киркоров тебе пишут посреди экрана серьезно филипп киркоров а в ангаре у тебя когда ты из боя выйдешь вот ну ты первый даже не первая просто вот и без урона слился выходишь из боя тебе на ноте написали что ты филипп киркоров всем написали вот так в бою всем вот-вот и сдох пишут твое имя и филипп киркоров выходишь выходишь в ангар сука в ангаре тебя встречает музыка там какая-нибудь блять единственная моя нет это блять газманов может быть даже что-то муки зайка блять зайка моя нахуй очень такой с киркоров очень там играет вот чтобы и и и отключить возможность выключать эту музыку потому что надо блять наказывать если ты сука стрелся вот все должны знать что ты днище а ты еще пострадаешь в ангаре киркоров послушаешь вот моя идея моя идея по апгрейду интерфейс по моему довольно неплохо по моему даже всяко лучше чем вот эти блять горящие медальки посреди экрана защитник домашний блять еще чет там уничтожителя бас раз уничтожить один танк уничтожил них уят уничтожитель прям вообще снес все живое причем медалек можно несколько то есть ты ну если не знаю когда введут то что в инфе друг друга может быть медальки полить да и ты такой ой хочу разведчиков набрать и считаешь сколько я забоя обнаружила одного и бать надо еще шестерых поехать засветить срочным делом то есть вот для этого видим или там сколько я фрагов набил не ну это и так можно посмотреть короче вообще не понимаю нахрен вот 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 ну серьезная во первых копипиздинг во вторых какой-то бессмысленный некрасивый блять апгрейт интерфейса просто уровень блин не знаю серьезно вроде такой интерфейс такой бледненький довольно неброский да вот все эти карты блять радар и уши они это глаза очень не мозоли он вспыхивает вот это хуидристика посреди экрана блин с оповещением эгэгэй ты обнаружил ты там попал ты там выстрел и блять вообще начинает блять выбешивать короче опа спрячусь к за 72 но еще кто-нибудь там засвечивать и тэшчик этих гнойных вот я как кому-то сейчас я медальку привез за разведчика то есть ну короче блин интерфейс обновили что-то вот вообще не знаю на на птс и была такая тема как игроки так это вот если искать игроков вообще спросил потому что ночью чуть-чуть помог да да кривизна китайской счет помочь и не очень еблась на хуй кто уебал тайфу на 42 дыма естественно на танки нету блять потому что потому что них наверно вот блять не знаю хотелось бы на новую карту посмотреть то что от старых уже ну серьезно надоело вот это кустодрочение все научились кустодрочить вот из-за серьезного заметили что из игры ушли вот эти правые замеса вот они вот одно время появились такая бравая месилова была я такой он динамичная игра как круто все блять места найдены нахуй все в кустах все стоят блять здесь вот эта шишка заебла меня просто среди карты постоянно на ней тусуются блять и тэшки нахуй и хуярят туда по заводу блять насколько это нахуй терпеть то можно сука пиздюки блять нашли одно единственное место где нахуй столпиться можно блян и дома и домашку накидывать заебись на нахуй это кстати снаряд что-то быстро полетел какая скорость скорость снаряда опуришь ты ай здорово еще как жизнь а блять нахуй да фуловый видите выехал всю игру тут стоял блять пипиську нахуй тер свой блять абонитовый палочку натирал фуловый ездит теперь тут вот эту голову вот эту гору с центра карты надо убирать нахуй она выиграть вообще не дает говорят тип что с другого берега она там простреливается другой берег сам там стоит охуевает от огня вот блять из этого глиняного городка блять и высунуться не может вот в чате уже обсуждают кто нищий кто нищеброд и нищеброд ну чем можно сказать потом танку по игре на этой говеной карте по него трудно чуть сказать том что блять и леву если что хочу сказать что 5 левела технику покупать нахуй не надо сейчас кустодрочение просто распространилась уже с 4 левела на 5 до единственная техника премиум на на которой лично играю это теперь 6 лево только мбт бля в фм леопард ледяной вообще охуительно фармит а всякие там жалобля а и мы их там вот это 5 левела м63 т-72 не дай бог в не дай бог у f40 кто-то купил это все это пиздец в кустах целый бой стоишь там блять молишься на иконы что тебе птурняху не выпустили ну то есть геймплей сам говеный не важно какие танки там замечательный геймплей сам говеный на этих уровнях рост пиздец когда птурте сносит там чуть ли не половину блять из невидимости это просто стимулирует конечно ехать в атаку блять неимоверно просто говорят же о том что жало и и мы их сообщение созданы того чтобы атаку ехать я не удивлюсь что самые лучшие игроки в эту игру это рыбаки какие-то которые могут два часа сидеть на смотреть на поплывок блять и ждать когда там клюнет в колокольчик как его вы не словите трупы до сих пор не двигаются короче хотел еще боев парочку катануть и чтобы видео правильно плавно перешло от интерфейса к обзору этого танка но тут вот такая вот шляпа короче выскакивает что-то ошибка 5 при построении очереди пожалуйста повторить опять короче блять эти два участка в один кабинет блять и пенсионерки решают по талонам там блять или в порядке живой очереди походу короче хуйня кайт в бой не зайти все оккупировано в общем вот так что мысли свои по поводу интерфейса я озвучил в общем-то короче немножко танчик посмотрели полная версия в общем-то видоса про этот танк думаю выйдет ну ближайшее время вот так что на канале так что а пока там пишите жмите на дети ждите адьес короче и и и Продолжение следует...